Здравствуйте, дорогие! Как видите, мы так и не можем расстаться с Авраамом. На этот раз он отходит немножко в сторону. Главная роль – это Сара. Несмотря на то, что они всегда были вместе. Сейчас я видел интересную вещь в сегодняшнем трилеге. 107-й посук Хавгим, то есть 23-й стих, написана интересная вещь. «Юрдей аям бон йод о сей малаха бэмайм рабим». Те, кто спускаются, выходят в море, на кораблях, и делают большую работу в могучих водах. Они видели творение сил Всевышнего и его чудеса под водой глубоко-глубоко. Интересная постановка Балшемтова. Как мы знаем, Балшемтов, каждое слово у него, каждые буквы были пронизаны большими-большими, глубокими смыслами. И поэтому мне хочется это сейчас сказать. Балшемтов говорит, что то, что мы говорим о трудящихся в глубинах водах, люди, которые уходят в море, имеются в виду наши души. И есть три категории таких душ. Одна душа, которая уходит, не дай Бог, не доплывает до конца и тонет в дороге. Вторая переплывает океан и выходит. А третья, что это самое важное, имеет прямое отношение к нам, она выходит и спасает по дороге тонущие сюда тоже. И как я сейчас это вижу, это очень подходит к жизни Сары и Абрама. Сегодня мы говорим о том, сколько жила Сара. Мы говорим, написано с самого начала, так начинается наша глава Тора сегодня. И были годы Сары, сто лет, двадцать лет и семь лет. Годы Сары. Тут есть очень много вопросов, вопросительных знаков. К чему Тора говорит два раза годы Сары? Было сто двадцать семь лет годы Сары. Она прожила двадцать семь лет. Она прожила двадцать семь лет. Ваю Хаей Сара сто двадцать семь лет. Ваю Хаей Сара мея эстрем гешева. Шамим лет. А потом повторяет еще раз годы Сары. К чему это? А ведь просто так не бывает, надо разобраться, в какой смысл. И еще, когда он начинает вою, да и были годы Сары. Что значит были? Они были равномерно, были одинаковы. А ведь годы меняются. Меняется возраст человека, меняется влияние на человека и влияние его на окружающее. А у нее выходит, что все было на одном уровне. Раша останавливается на этом и говорит интересную вещь. Что это все говорит о том, что ее годы были одинаковы в смысле великолепия ее. Они были одинаковы во всех ее периодах. То есть она была, когда ей было семь лет, сто двадцать семь лет, да? Когда ей было семь лет, она была как двадцать лет. Когда я была 20 лет, она была как 100 лет. Когда я была 100 лет, она была как 7 и как 20. То есть она была как чистый ребенок. Ребенок совершенно кристальной чистоты, духовно, морально, нравственно, когда ему 7 лет. И очень красив и привлекателен в 20 лет. Это уже на выданье, начинается уже сватовство. И не было ничего порочного, никакого пятна на ней не было, пушинки не было. В 20, как в 7. А в 100 было ее духовное великолепие, как оно было в 7 и в 20. Плюс параллельно была ее физическая красота. Сара была очень красивая. Насколько очень. Первая красивейшая женщина на земле, неповторимо красивейшая. Была хава. А напротив ее была дама. Каббала находит, что они повторились в Аврааме и Саре. Абраам перенял от Адама его состояние перед грехом. А Сара приняла ее состояние хавина тоже перед грехом. И вот с этим они жили. Разница лишь в том, что какая сложилась у них жизнь и какие у них были задачи. Какие были задачи, какие были условия. У Сары, что о ней сейчас идет речь, были условия немножко сложнее. В аспекте духовных заданий. И поэтому Зоар говорит, святой Зоар говорит, почему вообще находит нужным Тора перечислять годы жизни Сары. Ведь мы не находим это у других наших пра-матерей. Мы этого не находим. Ни у Ривки, ни у Рахеля. Это очень редкое явление. Почему именно у Сары и с таким усердием каждая деталь отдельно сто двадцать семь лет и повторяется еще раз? Что лежит в этом? И на это говорит святой Зоар. У Сары была особая характерность, что не было у других женщин. У всех женщин не было. Не только у пра-матерей наших. Многие женщины, упоминаете, в Танахе были большие прадедницы и большие пророчницы. Но такого не было. У Сары была черта, характерность, что она могла опускаться до самых-самых низов, до самых низменных состояний, там, где нормальный человек оттуда не выйдет назад живой, в смысле и физиологическом, и в смысле духовном, в основном смысле духовном. А потом у нее была вторая черта противоположная, что она возносилась, поднималась очень высоко. Опускалась очень низко и поднималась очень высоко. Если мы помним, когда они подходили к Египту, Абраам сказал Сары, послушай, дорогая, сейчас я знаю, что ты красивый. И обязательно на тебя обратят внимание, там нет таких красавиц, как ты. Вообще их в мире не было тогда. Тебя заберут сразу к фараону, а меня убьют. И что он ее просил? Скажи всем, что ты моя сестра. Ну и все. Мы уже, кажется, говорили об этом в ином аспекте. А сейчас речь идет о том, что как Абраам вдруг говорит ей, что вот сейчас я вижу, что ты очень красивый. А что было до сих пор? Он не видел? Он с ним встречался, ходил с ней, пока он решил жениться на ней, ходил с ней. И написано, что нельзя жениться за глаза. Это запрещено. Аллаха. Абраам же выполнял все Аллахи до того, как было для натуры. Что же там происходило? Как мы знаем, что окружающее влияет все на все, и потом это складывается в человеке. Мы знаем, что есть четыре категории в творении. Есть недоушевленное, есть растительное, есть животный мир, и есть человек. Там есть имеющие степени, что от кого берет, и что кого содержит, и что кого поддерживает. Такая степень выращивает другую, и содержит ее, помогает ей существовать. так это все влияет, это все в движении и все время. Все время постоянно это в движении. В одну сторону, в другую обязательно влияет. Вот само место, где человек совершает грех, это место очень пронизывается греховностью. совершает он митву, туда пронизывается митва. Кто там проходит, ему хочется еще раз совершить митву. А если он наоборот, то обратно. и Абраган, когда приблизился к Египту, должен был туда идти, а для чего он должен был туда идти, это чтобы собирать искры. Ему надо было опуститься в Египет, но он был бессилен, у него не было вот этой характерности опускаться так низко. И когда, но он уже, он уже сумел опуститься чуть-чуть, только приблизился, он уже стал чуточку ниже, на него уже подействовало. И тогда он просмотрел, слушайте, ты же красивый, и как так может быть? Нужно тебя спрятать. И вот именно так это происходило. Асара, не важно какое это место, не важно какой это день, что это за время, что это за место, она опустится, опустится до самых низов, но она оттуда выйдет и выйдет с победы. И не просто с победой, она найдет вот эти самые важные искры, которые сокровенно хранятся вот в этих вот в этих очень низких степенях зла. во всех этих степенях находятся большие искры. И они там страдают, эти искры, они там мучают, они находятся в галуте, им там нехорошо живется, но они дают жизнь, без них этого не будет. Вот этим качеством обладала Сара. Сара обладала качеством снизойти до самых низов, собрать все, что там ей нужно, а потом подняться. И Сара, обратите внимание, была мекабел, она получала, она была клей, она была сосуд, она не была светом. А кто был светом, светилищем таким, мощным, это был Авраам. Но до них в мире Тову вот этот свет, этот мощный свет разрушал сосуды, сосуды не могли существовать. А когда Сара началась, вот тогда уже сосуд мог сдержаться, он мог удержать любую энергию. И вот этим качеством овладела Сара. И поэтому, что мы видим, когда она избавилась от фараона, что говорит дальше Тора? Фараон ее выпустил, благодарил, благословил, дали им большие-большие подарки. Какие подарки он им дал? Он им дал множество богатства. Настолько богатства это было, что это было, хватило и его благословения, и его богатства, которые им дал, хватило даже на следующие поколения, на Исаака, Якова и на Якова детей тоже. А главное, что эти благословения сопровождали детей Якова, когда они пошли в Египет, а все вышли и открыто наказал Абрааму, что твои дети будут в Египте, 400 лет они будут в Египте, и там их будут мучить, а потом они выйдут оттуда, и народ, мучающий их, будет наказан. И так оно произошло без изменений. И вышли евреи из Египта. А как, какая браха была Всевышнего, что Он сказал Абрагаму и Саре, и выйдут ваши дети из Египта с большим богатством. А что это за богатство? Божество, большие искры. Большинство искр, которые упали в мир и тоу, которые, как говорится, раскололись сосуды, это было там. Что нас учит хасидизм, что нам, к нам иметь отношение, что Маосе Авот Симан Лабанин. Поведение наших предков, праотцов, это знак, знак для потомков, для сыновей. А знак, дорожный знак, нам показывает путь правильный, куда идти. А тут еще имеется еще один довод, что знак не просто знак, а он олицетворяет нас, он дает нам силу, чтобы мы себя вели так же, как наши гравцы и праматери. И чтобы мы знали, что у нас нету выбора. В этом состоит вся суть нашего существования. Хотим мы того или не хотим, тем более, что мы хотим. Мы не всегда знаем, что мы хотим на самом деле. Нам иногда кажется, что мы хотим что-то, что сегодня кажется прекрасным, а на самом деле это вообще другая сторона. И мы должны все время расти кверху. Ребенок, когда он маленький, ему кажется всегда, что самое дорогое это то, что вообще почти не стоит. А то, что стоит, он бросит в огонь. Пусть горит веселее. Будь то золото, будь то деньги, никакая разница. А когда он что-то хочет, так он начинает так кричать, что невозможно устоять, требовать. А на самом деле это все мир ТОУ. Там очень мощные энергии. Там большие мощности, большие силы, и они совершенно неблагорассудно себя ведут. А так как мы находимся во второй категории мира, то есть ОЛАМА ТИКУН, мир исправлений, что это была служба, работа Аврагама и работа Сары, так это выглядело так. Мы должны перенимать и учиться у них. Мы знаем, что вот эта вся наша жизнь, мы сталкиваемся именно с тем, что от нас требуется вызволять вот эти искры, а их очень много. Очень много, и они мелкие, знаете, как костер, когда он раздувается, летят искры во все стороны. Иди собирай их сейчас. Верет наш Любавишский Рэбе и указывает нам, езжайте, езжайте туда, езжайте сюда. И получилось так, что евреи сегодня находятся везде. Это началось активно, вот так в наше время, это началось от Рэбе, от предыдущего Рэбе. А в принципе это началось сразу после того, как появился Авраам. Ему Всевышний, он был первый шлейх, он был первый посланец Бога в мире. И с ним шла Сара, для того, чтобы еще раз не разбилось эти, чтобы все эти искры еще раз не разлетелись. Нужен был сосуд, чтобы держал всю мощь Авраама, а у него была очень высокая категория, очень высокая духовная степень, там были очень большие энергии. Ав Рам. Ав Рам. Ав это отец, Рам возвышенный, великий отец. Выше этого нет, Каббала говорит, это выше всего разума человека. А мы же знаем, что разум человека это всего навсего. Очень узкая сила. Количество не ограничено, может идти однолинейно, много, очень много, все время человек может думать, что-то искать, что-то размышлять, но это в принципе ограничено. и поэтому мы знаем, что когда что-то не входит в рамки наших знаний, в рамки наших понятий, то тогда мы уходим от этого, мы это отрицаем. Есть высшая сила, которая не зависит ни от каких опровержений, сила веры. И у нас, у иудеев начинается именно с этого. Нам когда дали Тору на горе Синай, мы ее приняли и приняли с каким условием. С нашей стороны было выставлено условие. На Се Венишма дай нам Тору, мы сначала примем ее, потом будем понимать и изучать. Сначала мы ее принимаем, вот мы тебе говорим с самого начала, мы ее принимаем. А ведь к чему этот разговор пришел? Всевышний давал Тору, предлагал Тору всем народам. И Тора была дана на 70 языках. Рассказывает Медраж, что пришли к определенному народу, спросили, хочешь принять Тору? А они спрашивают, а что там написано? А, там написано Лот-Ирцах, не убивай. Нет, это не для меня. Идите дальше. Пошли дальше, второй народ говорит, что там написано? Лот-Инав? Име дело с запрещенными сношениями? Это тоже не для нас. Третий и так далее. Его все оттолкнули. Но Тора все равно была дана на 70 языках. И мы почему она была дана на 70 языках? Именно из-за вот этих несуцот. Так когда Всевышний предложил им, так там уже были духовные искры. И это там осталось. Поэтому откуда взялся этот язык Идиш? Идиш откуда взялся? Я это слышал сам от Ребе. Почему наши Ребе и все в основном все ученые, которые писали великолепно великолепно выражались на на иврите на древне еврейском языке на святом священном нашем языке древне еврейский лошон кодыш когда они говорили не говорили лошон кодыш говорили на идыш в Азии в Африке там говорили на на арабском языке и между прочим великий один из величайших ученых наших и вождей маймонид рамбам он писал свои труды на арабском языке а стал на лошин кейтыш тоже но главное писали нашу кейтыш но говорит говорили на арабском почему это объясняет потому что этим мы вызволяли ни цуцот если мы говорим на на и дыш что там есть язык немецкий и бельгийские французские польский и и русский там есть все там есть если мы говорим и изучаем на этом языке святые вещи то все эти языки поднимаются к верху выходят из тюремного состояния из того что они не могут двинуться вызволяются так мы вызволяем это называется а вода служба беру рим беру рим это вызволение мы убираем зло и и вынимаем оттуда черпаем оттуда искры добра поэтому есть у нас видишь поэтому мы вообще существуем поэтому есть шлухи посланцы а мы на самом деле это тут тут есть что то что нужно объяснить еврейская душа сама по себе вот как наших обыкновенных людей мы не знаем куда нам ехать и для чего кто нас ведет туда как мы там оказываемся как мы туда попадаем какие-то толчки и какая-то какое-то проведение какой этаж гаха протит толкает выводит нас туда происходящее выводит нас туда мы не осознаем не знаем для чего а у него там все записано у него точный маршрут точная карта для для твоей души так что же зависит от нас если нас туда приводит вот началась война польские евреи вынуждены были убежать на восток кто сумел и приехали там сибирь или в ташкент или узбекистан или фиргану куда они приехали для чего они туда приехали они не знают для чего я не помню рассказывая вам эту историю или нет было у нас в семье у нас я говорю это у моей супруги в семье была такая женщина которую звали мумы 40 тоже сара и звали мумы 40 это тетя 40 она была сестрой дедушки всех раскин в которых вы сегодня встречается его звали рыб шлейми он жил в городе горком она была очень такая энергичная живая и разъезжала по многим местам в поисках питания это было время войны узбекистан самарканд ташкент брали грузовик оплачивали там диспетчеру кому надо было по дороге там были посты надо было тоже там заплатить как это было принято ехали дальше видели что это не люди которые будут что-то взрывать или передавать немцы они разъезжали по кишлакам шла как по узбекской деревне и в одном вы и кто ехал ехала мумы 40 она была главная бы с ней было еще 22 22 еврея с бородами ну они искали всякие то может быть даже животных которых надо было резать там баранов или или еду какой-нибудь муку рис все шло и вот они проезжали мимо мимо какого-то кишлака даже думали не останавливаться там но остановились на секунду и вдруг выбежал к ним человек из дома были ближайшего дома и крутой как я ждал евреи на еврейском языке на и он увидел евреев с бородами говорит а что вы хотите ему говорят как что у меня родился внук и сейчас восьмой день и вот сейчас восьмой день надо его обрезать они смотрят друг на друга надо же быть специалистом на вот надо же быть моилом надо быть специально даже профессии это не просто так а это услышала это все-то мы 40 какая профессия нужна как конечно захотите делайте что нужно они начались не спорить короче она зашла к нему в дом спросила есть у вас тут нож там что-то они развели огонь печка что-то там было она раскалила этот нож на огне просила мужиков сделать браху и все что короче сделали брызь а он так радует свой не моей дочери нету дома сейчас они ее мужлана нету все сошло это я вам рассказываю живую историю которую я слышал от моей тёщи это была мама сора и у нее было очень много таких беру нецессот вот так она вызволяла нецессот она ехала куда надо было ей собирать деньги чтобы покупать польские паспорта у польских у польских беженцев они продавали надо было это с надбить кому-то надо было дать верному человеку и чтоб тот на этот на этом выехал за границу когда надо было вернуться полякам когда можно было вернуться так что она занималась добрыми делами ну конечно в советском союзе так долго не продержалась ее арестовали приговорили к расстрелу а у него были дети маленькие молодые часть из них успела уехать часть осталась и самый младший остался и он должен был тоже сесть в тюрьму его приговорили там к чему приговорили и ее расстреляли она не верила что ее расстреляют мы ее приговорили к расстрелу и она скончалась но мы где-то через день-два она скончалась когда его уже тоже куда-то приговорили к чему-то а он потом он сидел раз в раз четыре пять он уже сидел после этого уже в наше время мы мы занимались продолжением всего что там его мама делала и представьте себе они успели подать на апелляцию и через несколько дней пришла апелляция и ее и перевели перевели на 10 лет но ее уже не было живых она получила разрыв сердца вот так он жил до недавнего времени в лондоне я его навещал и и мы женой навещали его все время содрать с этого верха спустить нас вниз превратить нас в животных уйдите от вашей религии темной уйдите от торы ну хорошо логика в талмуде очень много логики но к чему вся эта темнота вся эта мракобесия я помню когда я приехал из советского союза в конце шестьдесят шестого года шестьдесят седьмой шестьдесят восьмой в шестьдесят седьмом году была началась же шестидневная война а наш ребер тогда выступал в Нью-Йорке и объявлял что ничего не будет будут большие чудеса он выступал при очень при тысячах людей это был акбомер а здесь учились тогда вешивах очень много иностранцев из Англии из Америки и как только начались все эти вот блокада началась так они попросили чтобы дети вернулись медленно назад а ребер сказал ни в коем случае вы оставляете Израиль в Израиле нужно скрываться когда есть беспокойство в мире Израиль это самая защищенная страна глаза всевышнего ока всевышнего находится на Израиле отдельно и ночно целый год во все сезоны это наша земля обитованная и я тогда понял что нужно что-то делать мы заехали в кибуцы такое это было это было неимоверно они были против религии и у них уже была тоже у них была на русском языке тоже пропаганда я помню я взял дайте мне это был кибуц очень известный и оттуда выходили очень очень благородные люди очень благородные там было очень много летчиков и там было очень много военных вообще которые отдавали свою жизнь за Израиль но они были оторваны корней у них не было была культура такая или иная но корней не было и они пишут мы сейчас состязаемся за нашу партию только что вы выбираете за нас а потом мы возьмемся за религиозных мракобесов это я помню я был потрясен почему я был потрясен особенно потому что в 66 году когда я уже уехал из Ташкента будучи еще на даче мы слышим что приехала певица из Израиля и пантомима из Израиля группа ее зовут Гюла Гел Гил а его Ари Канкин приехали в Ригу они не приезжали в Ташкент не приезжали в Москву но в Ригу каким то образом они приехали и был концерт в одном самый большой театр был концерт все организовано было хорошо пришли тысячи людей невозможно было пройти за билет за все ничего было трудно очень пройти вовнутрь все евреи это было что-то потрясающее потом началась трагедия когда стали выходить люди хотели подбежали к ней хотели ее почувствовать поближе ее его и тут стали нас оцеплять со всех сторон со всех сторон милиция стояла в стороне а тут действуют люди в штатском кегебисты и как это было страшно были среди нас ребята которые которые несмотря ни на что бросились туда в самую гущу и началась свалка забрали там одну девочку 14-летнюю потом забрали еще одного одного человека что я его к тому времени уже знал он в основном дружил с моими двоюродными сестрами Марик Блюм фамилия была семья его была совершенно ассимулированная отец был инженер мать они ничего не знали немножко питались от каких-то тайных уроков и и там была синагога тоже и были религиозные евреи немножко подавали там время от времени резали кошерные и так далее его посадили на три года кажется или на четыре я не помню мы разъехались я уехал в Израиль в Москва потом Израиль и в 67 году я был вот на еще я еще не успел очухаться от вот вот этого вот всего и все гонения что у нас происходили в Ташкенте мой мой папа был в бегах на этой почве потом приехал Марик он освободился приехал у него там были родственники в Талавибе мы приехали его встречать потом естественно привезли его в Пархабад он был у нас были еще в нескольких пунктах но главное не это этот Марик стал самым ярым борцом за Израиль тут будучи тут и его здесь тоже угнетали самые известные места где надо было где надо было поселяться он поселялся первый а потом надо был интеллигентнейший человек это не был человек что как здесь их называют здесь я имею ввиду и здесь и в Израиле их называют ноарагваот молодежь на горах на возвышенностях на скалах на горах вот так какие-то дикие люди значит это совсем не дикие это люди которые знают что такое Авраам Авину и вот это вот это цепь тянется от Авраама вину и этот Марик привел принес на этот свет он привел где-то 14 детей и он был застрелен диверсантом в Хевроне возле своего дома он и его сын один и короче это было большое горе и их было много таких никто о них не знает так когда я приехал главное не это что я хотел сказать я приехал сюда я думал сейчас все скажут о геологил была там у вас а я приду и скажу вот да я сам я живой свидетель никто не слышал никто не видел никто не знает что такое геологил и Орриканке это я вам говорю достоверно своими очами я это видел от чего вы уходите дорогие вам же не поможет ничто Люди во время Хануки, во время древнегреческого нашествия на Израиль Хотели наложить на националистическую культуру, религию свою Религию ни во что Но была часть народа, что пошла И эта часть народа воевала с нами С нами, я говорю, это были макабимы У них было всего 12 человек военных, кузнецов Мы все-таки должны каким-то образом задуматься над реальностью, над нашей Что ищем мы в реальной нашей жизни Какую культуру мы хотим привести в наши семьи, в наши дома Нам не нужно стесняться Сегодня уже доказано, что религия это естественно Мы же недавно учили там, что было в Дора Флага До сих пор мы знали, что обезьяны произошли от... Что человек произошел от обезьяны Мы знали от Чарльза Дарвина, правда? А там написано, что одно из наказаний было Знаете, когда это писали? Это было... Писали это давно-давно, до того, как Чарльз Дарвина родился Писали, что Дора Флага был разделен в наказание Всевышнего Те, кто строили башню Вавилонскую Разделены были они на три группы наказания Одна из групп была наказана в то, что они превратились в обезьяны Мы же что хотим? Мы хотим только познать Войдите в это Вникните вот в этом, в науку Торы Вникните и вы увидите Написано в Тейлиме Та Аму Уру Китова Шем Попробуйте, откушайте И вы увидите, насколько сладок Всевышний Насколько он вкусен До свидания Счастливо вам Надеюсь, что мы увидимся через несколько дней еще раз Продолжение следует...